Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Сейчас будем говорить на тему расклад, как сложатся отношения. Как сложатся дальнейшие отношения, сегодняшние у вас есть. И вот молодой человек, дама, и что он думает о вас. Сейчас мы можем узнать, какие у вас планы, что вы претерпеваете или к чему вы движетесь, и что вас ожидает. Вот сейчас мы и будем говорить об этом. Итак, о вас. Ну, знаете, богатство. Богатство. Вы хотите богатство. Вы хотите, чтобы... Да и по судьбе хочу сказать, что если для парня смотреть, вот эта девушка, которой встречаетесь, она богатая, она успешная. Она понимает, что у неё как по роду идёт богатство друг к другу, и, знаете, может даже вам переписаться какое-то наследство, дарственное что-то, ценности для милой девушки богатые. Вы успешная, состоятельная. Ну, немножко кармические бывают проблемы. Карма. Вот. Есть богатство. Вы хотите зарегистрироваться. Вы хотите, знаете, как... Вот даже если замуж вы хотите, вы видите, что это богатство, и вы хотите как контракт составить такой, знаете, на судьбу. На судьбу. Клевер. Ну, да. Клевер говорит, что возможно это. Возможно. Вот вы планируете так. Вы как? Вы не хотите оставаться в нищете. Милая дама. Так что молодой человек, если смотрит, он должен понимать, что она тоже не может, знаете, идти в семейные отношения, потом остаться без ничего и уйти. Да. И отметить надо, что да, у вас как по роду идёт. Так вот. Безденежье. У девушки как-то неуспех такой. Тяжело даётся. Именно тяжело. Можно чего-то добиваться. Но и здесь ситуация такая, что если вы с молодым человеком будете вместе, потому что мало ли что будет происходить, чтобы вам было за что-то жить. Да. Он богатый. Это о нём. Вот мы говорим. Он богатый. Видите, такой. Знаете, он даже, возможно, женатый. Потому что он, да, и счастливый. И вы хотите этого счастья. Очень сильно хотите. Но богатый. Но надо сказать, что там змея есть. Змея – это то, что вы планируете эти планы. Разбить семью, счастье своё строите. Вы хотите прямо целый род, древо построить такое, знаете, уже, чтобы по-настоящему. Но здесь змея. Это может быть даже его жена. Это может быть даже та свекровь, которая не желает вас. Вот надо понимать. Давайте, какие планы у него, да. Вот что он думает. Какие планы он строит. И мы сейчас посмотрим. Сейчас, известие. Ну, вы знаете, а он хочет заякориться. Он хочет. Ну, какие-то известия к нему будут попадать. Это смс, сообщения. Сообщения, смс. Обратите внимание, какие-то кто-то какую-то информацию. Возможно, вот эта змея даёт. И препятствия ставит. Это не настоящая группа. Он не стоит здесь никак. Это просто препятствие большое. Как-то на месте все стоит. Но он хочет заякориться. Он хочет, но известие получит. Это известие такое смс. Это лично кто-то расскажет. Это электронной почтой. Но где-то так, что даже при личных встречах будет какая-то информация ему навязываться. Да, он богатый. Он успешный. Он хочет жить богато. Он хочет быть успешным. Очень даже, да. Планирует что-то на успех, на богатство. Да, хочет счастливую такую жизнь, знаете, построить. И успешную. И обязательно к богатству. Ну, что-то его отрезает, отсекает. Видите, веник и плетка. Это нехорошо, конечно, в раскладе. Получается, вы должны с этим бороться. А они рядом. Видите, как карты стали. Что препятствия. Вот эта змея вы вычислите, если есть порча. Если есть какое-то влияние на вас, на милую даму. Для того, чтобы не были вместе, чтобы у вас что-то отрезалось. И он даже, знаете, тоже переживает очень. Как изнутри тоже бьется. Поэтому хочет выяснить ситуацию. Как быть в этой ситуации. Так подвину немножко. Он хочет, он планирует. Видите, богатые. Он перспективный парень. И он хочет богатые, чтобы успешные, чтобы ошибки. Но ему конкретно вот это мешает. Змея, надо сказать. Горы. Но есть препятствия. Да, да, есть. Но, знаете, препятствия, это можно их всегда обойти. Поэтому нужно изучить вопрос, что мешает. Но мешать она может. Как с ним надо разговаривать. Ему как быть дальше. Наверное, знаете, вот здесь тоже надо влестник. И вы должны хитрее быть. Но здесь хитрость к нему проявляется. Обман какой-то идёт. На него влияют. Его приуговаривают. Препятствия строят конкретно. Вот сплетни какие-то водят тоже. Но хочу сказать, что вы можете пожениться. Кольцо. Мы же на что сейчас смотрим? Как сложатся ваши отношения? Хочу сказать. Это как совет уже вам. Что? Вот будут неприятности. Меньше обращайте внимание. Не ссорьтесь со своим любимым. Милая дама. Да, на него есть влияние. И на вас стараются порчу навести. Чтобы разбить. Заговорить. И есть хитрая вот такая змея. Которая может и к нему хорошо. К вам вроде бы хорошо. И делает в свою очередь подлость. И не доверяйте никому. Вы рассказываете вот то красиво, прекрасно. И тут же сад. Да, вы рассказываете, как красиво. Как складывает. Как отношения. А потом ничего нет. Будет все хорошо. Только видите, богатая жизнь будет. Будет сад. Все будет прекрасно. Вам надо потерпеть. Не доверяться обманщикам. Хитрым таким людям, которые на пути стоят. Подлым. Обратите внимание. Не подружкам. Никому ничего не рассказывать. Потому что зависть. Зависть тоже является порчей. И человек, когда бывает даже взгляд такой. Посмотрела. И уже у человека второго может споткнуться. Еще что-то происходит. А если вы любите друг друга. И вы рассказываете об этом. А у вас счастливая карта башня. В этом раскладе. Если вы примеряете его к себе. Вы чувствуете, что совпадение есть. То, о чем я сейчас говорю. А вы идете к цели. Главное прийти к цели. Да. Будут неприятности. Ссоры. Обязательно. Ссоры какие-то. Но ничего такого не будет. Не отрезается здесь ничего. Вы будете, вот как, знаете. Колотиться в этой ситуации. Но хочу сказать, что самое главное. И ничего здесь не нужно добавлять. Потому что кольцо есть. Вы препятствия обойдете. Вы будете знать, что есть подлые и хитрые. Вы не будете доверяться. Порчу с глаз можно посмотреть на канале Катя Вакулинка. И вы можете сделать самоочищающий обряд. Вот с глаза порчи. Вот наговор, вот с всего. Потому что зависть, даже дурной глаз, как говорится. И то может быть всегда влиять на человека, на отношения. Помните, идите своей дорогой. Никому не доверяться. Потому что лилия счастья будет. Складываться все будет хорошо. И никому. Потому что все переворачивается. Он хочет быть вместе. И что-то препятствия, горы, прямо строится. Знаете, задача такая стоит не допустить. Но у него мысли заякориться. Вот эта карта показала. Он хочет быть вместе. Он хочет строить жизнь. Отношения и дом. А я хочу вам пожелать счастья, благополучия. Доверяйте только друг другу. И храните в себе какие-то тайны. Идите к счастью. Уверенно. С каждым днем по одному шагу. И вы к нему точно придете. А я вам этого искренне желаю. Пока. Мои родные и любимые. Заходите, подписывайтесь. Смотрите и другие видео на канале. Узнавайте о будущем. О событиях, которые вас очень скоро будут ожидать. И на желание тоже. А также гороскоп на этот месяц. Для всех знаков зодиака. И вы больше узнаете для себя. Счастья вам и процветания.